Комплексный ремонт улицы Победы вышел на финишную прямую. Скоро одна из важнейших транспортных артерий города предстанет в обновленном виде. Жители предлагают отремонтировать еще и проспект Кирова от Победы в сторону Кировского моста. От лица активистов на встрече с главой города выступил профессиональный водитель Александр Горячев. Мне как водитель с 30-летним стажем очень интересует и актуален вопрос по поводу ремонта участка дороги по проспекту Кирова от площади Кирова до заводского шоссе. Об этом мечтают как автолюбители, так и водители городского транспорта. На участке много маршрутов. Елена Лапушкина ответила, что вопрос уже решен. В следующем году у нас участок запланирован к капитальному ремонту, то есть дорога вся эта будет сделана. Поэтому немножко аккуратненько поездить до следующего года. Еще один вопрос, в решении которого заинтересованы жители промышленного района спортивные объекты. Общественный тренер Наиль Терзиманов пришел с предложением сделать пришкольный фок, на котором могли бы заниматься все желающие. Включить нашу программу по строительству физкультурно-оздоровительных фоков открытого типа. Речь идет о школах номер 36, 43, 45. По данным департамента образования такой вопрос рассматривался, однако под территорией проложена сеть коммуникаций, над которыми строить нельзя. Есть вариант возведения небольших площадок, причем в разных местах. Минспорт исходит из той логики, что нам необходимо охватывать при оснащении спортивными площадками нашей территории, как можно больше площадь покрыть, чтобы, к примеру, было скопление не в одном месте двух площадок, а в двух разных местах. Большой физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа скоро появится на пересечении улицы Нагорной и Гвардейского переулка. Там расположено недостроенное заброшенное строение, которое сейчас разбирают. У жителей этот факт вызвал беспокойство. А там сейчас разбирают, и жители не знают, что там происходит и что там будет. Спорткомплекс будет строить одно из учебных заведений для занятий студентов, но там смогут тренироваться и другие. Открытого типа вот этот физкультурно-оздоровительный комплекс. А, комплекс открытый. То есть там предполагается футбольная площадка, беговые дорожки вокруг, трибуны, площадка для воркаута, тренажеры. В период, когда не занимаются на этой площадке студенты, а это в большей степени же для них делается, да, в общем-то они готовы пойти на встречу и рассмотреть вопрос о том, чтобы был открытый доступ для граждан. Пришли на прием и жители кварталов, которые в этот день глава города уже осмотрела. Они задавали вопросы, связанные с благоустройством дворов. На что получили ответ, что привести в порядок придомовые площадки можно двумя способами. По программам «Комфортная городская среда» и «Содействие». Жители должны лишь проявить активность и составить дизайн-проект двора. Олег Зверев, Василий Колдашов, Константин Головин, Николай Сидоров. События.